Алло, ТНТ, где бабки? Многие ярко отреагировали на выступление Дениса Дорхова. Пойте про свою там, где вы там. А наши мытищи не трогайте. Так может и неплохо про те новости, которые приходят про проект Игра. Мы пытались уговорить Геннадия Зюганова и поиграть с нами в STEM. Многие девочки ведутся на это. Вы хорошо попрощались с Наслюковым, уходя из КВН? Мы просились поворачиваться. Что он сейчас сказал? God no, бог знает. Нет, а звучит как? Звучит как говно. God no! Лёля говорила, что Путин сказал хулиганы. Иглинский чай-чай-чай-чай! Выходи, пожалуйста. Выйди. Всем салют, друзья. Мы в машине, где... Посмотрите, пожалуйста, кроме меня еще три человека. Это студия Союз. Это студия Союз. 50 вопросов. И мы начинаем. Что она не дает тебе права? Не дает. Спасибо, что напомнил. Лёля, Лёлечка, милфа. Что это было, Артем? Это сальса. Сальса у вас с боков свисает. Дик-пик и Гурцкая, они, если честно, не пара. Кто-то смотрел игру в кальмара? Да, конечно. Там что-то разыгрывалось 40 с чем-то миллиардов. Миллиардов. 45 миллиардов вон. И там были популярны разговоры в духе, знаете, что ты потратишь, если выиграешь. 30 миллионов рублей. Минус налог. Минус налог, да. Как говорили, был призовой фонд или еще есть призовой фонд в игре. Вот если бы вы выиграли 30 миллионов рублей минус налоги, как бы это распределилось? Скорее всего, мы бы поделили все это поровну просто. Так, нет такого, что вы как фронтмены и как лица получили бы, не знаю, большую часть? Да, честно говоря, не думали. Нет, скорее всего, нет. Наверное бы, как раньше, как всегда распределили бы. Если сейчас задуматься, на что бы потратили? Ипотека. Ну, как одно из... У тебя такая ипотека? Ну, нет, нет, не такая прям ипотека. Хотя я не знаю, в смысле такая. Ну, сколько, подели на всех, это будет там не такая сумма. Ну, типа 5-6. Все равно, нет, у меня чуть-чуть осталось совсем. Не такая уж. Прости, давно платишь ипотеку? Третий год. Ну, уже почти закрыл. Ну, это не к тому, что капец, просто так получилось. Почему я почти закрыл ипотеку? А, вышло три выпуска Охоты на дельфинов. Посмотрите. Пожалуйста. Пожалуйста, ради Христа. Ради Христа. Лёль, ты бы она что? Да, наверное, тоже что-то связанное с недвижимостью для своего ребенка, допустим. Ну, что-то на будущее. Не хрена. В Москве бы купила квартирку, которую потом бы он в студенчестве переехал. Конечно, конечно. Уже пора, да, вроде бы. Ну, типа я уже об этом думаю. Я это понимаю прекрасно, что вот у меня есть человечек, который растет, и ему хочется обеспечить что-то. Поскольку мы делим шкуру неубитого медведя... Ну, давай что-нибудь грандиозное тогда. Смотрите, деньги мы выигрываем, я забираю все бабки, бегу в Мексику. Оттуда я там вкладываю все, инвестирую все в самые рискованные бумаги, облигации, фьючерсы, фонды. С чем резко становлюсь миллиардером, начинаются проблемы с наркобаронами, вот, перестрелки меня убивают в Мехико. Ну, а мы делаем трибьют-концерт здесь. На нем зарабатываем, те же бабки, и нормально живем. Так, может, и неплохо, да, может быть, я про те новости, которые приходят про проект Игра. Ой, начинается. Что, пауза? Выжишь? Я, видишь, я далеко вперед смотрю сразу. Нет, сейчас прикольно, что тормознулось, мы на первом месте, получается, мы выиграли. Получается, мы правильно все делим. Так бабки только еще не заплатили. Только бабки еще не заплатили. В некоторых чемпионатах, там, футбольных, когда тормознули, там, первая команда была, там, ну, они, там, чемпионы. Когда пандемия была. У нас так же. Мы ждем, когда эта система начнет работать в нашем соревновании. Алло, ты, где бабки? Ну, половина сыграна, получается, ну, окей, 15 лямов. Нормально. Нормально. Нормально торговался. Так, ну что, смотрите. Это похоже на, знаете что, как, когда начиналась вторая волна пандемии. Вот все вот рассказывали про, у меня есть знакомый в министерстве. Он точно знает. Волна 20 сентября. Да, 20 сентября и 21-го точно будет вторая волна. Вот сейчас же также эти слухи про то, что я точно знаю, есть человек из администрации президента, который вообще нахрен программу. Вы что-то слышали? Без комментариев. Вот прям, прям вот от президента ничего не слышали. Угу. Просто вы с ним чай пили, я подумал, может, хотя бы вы-то что-то слышали. Не настолько он нас запомнил. Не, никто пока не в курсе ничего. Хорошо. Вам что-то сказали? Типа, ребята. Официальная версия ТНТ, пандемия. Да. Вам сказали что? Что, ребят, подождите, попозже продолжим. Да. Когда попозже? Нет информации, не сказали. Многие, там, скажем, ярко отреагировали на яркое выступление Дениса Дорохова. Как будто мой тебе ответ. Он знает. Ваша реакция? Мы, поскольку люди все тысячу лет, игравшие в КВН, и любой играющий в КВН человек, игравший, он не даст соврать, в лигах в любом городе всегда была команда, в которой в какой-то момент сосутся мужики. Всегда. Это был такой, типа, знаешь, ага, ладно, больше ничего не можем. Вот все. Шоп-контент. Короче, да, ва-банк. Все. Это всегда шокирует, это всегда удивляет. Ты сосался? Нет. Ты? Нет. Нет, нет. У нас не было такого. Нет, я видел такое на сцене провинциального КВН, и не раз. То есть это люди почему-то использовали это как вот… Они начинают ругаться, 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 ругаться и резко романтическая музыка и начинают. В том числе такое было и на телеке. Просто очень давно и люди об этом забыли. У меня даже есть, я могу показать. Не показывай. Пускай люди ищут сами. Сами ищите. Что это было? Ничего, поцелуй, поцелуй в КВН не был. Ну, типа и на Первом канале это было. А, не так, конечно. Более того, оголила женщина грудь на Первом канале. Ну, тогда это был не Первый канал. У меня это есть. Ты сказал как заголовок в каком-то региональном сайте. Оголила женщина грудь на Первом канале. Показала сису. То есть, ну, для меня это такое, ну, окей. Почему-то в наше время, видимо, в связи с тем, что… Сейчас немножечко все, да. Все как-то иначе воспринимается. Сейчас как будто все можно, но при этом все нельзя. Это офигенно точное определение, кстати, того, что происходит. Иллюзия свободы. Не, ну, правда, и мы все время, ну, типа, находимся в каких-то рамках. Да не то, что мы прям страдаем от этого, но… Ну, ты никогда не знаешь, как отреагирует аудитория. Вот я лично знаю просто Дорохова. Ого. Знаю, что он такой, как бы, ну, внутренний вечный хулиган. Типа, а, это же Дорохова. Ну, да, для меня вот какого-то прям… Дааа. Мой ребенок, чтобы на это смотреть, у меня такого не было. Посылов, ну, типа, ну, Дорох, ну, только Дорох, наверное, мог бы это сделать. Я с ним вчера встречался, спрашивал, шлют ли тебе сообщения до сих пор. Конечно, шлют. Какие сообщения? Блюющие смайлики. А, блюющие смайлики, ну, не угрозы, угрозы какие-то там… Ну, такое порицание, потому что он всегда был народный герой, такой весь светлый, его все любили. Последние пару лет… Особенно из КВН, вот старые, знаешь, такая старая братья, которая очень любила тот КВН, и для них сейчас Дорох вдруг, типа, а-ля с ума сошел. Ну, ладно, это еще КВН, но последние пару лет Дорох в Ютьюбе и в интернете, ну, прямо… Больше порицают те, кто… Любимый персонаж. Телевизионная аудитория. Ютуб, как раз-таки, мне кажется, в принципе, уже подготовленная. Ну, здесь, короче, публика, мне кажется, разделилась на тех, кто… О, красавчик, все, закрывайте игру. На геев и не геев. Получается так? Это он сказал. Вы видели Суперлигу? Да, остается. Да, я посмотрел. Да, мы посмотрели на Тёмином дне рождения, вот чем занимались. Не-не, у нас просто много людей было, часть тусовки была на улице с кальянами. Ну, так совпало, мы редко телек смотрим и… А тут Лига пошла. Суперлига пошла. Но я не видел, я смотрел фрагмент и то в машине, так, на фоне. А… Как тебе? Я уснул. Я смотрел по телеку и уснул. Я не скажу, что это плохо, но… Ну, нету в этом новшества, это все, это прям КВН. Классическое приветствие, классическая разминка, классический сюжет с тем, как угодно можно называть. При этом, ну, нет жюри, есть люди, голосующие палочками, есть ведущий… Ну, как бы, а в чем тогда прикол-то? Ничего же не поменялось. В ноябре прошлого года я наконец сделал то, о чем мечтал с детства, завел собаку. Знакомьтесь, это Микки. Ему 11 месяцев, почти 11 месяцев, по сути, он еще ребенок. Забрать его домой – одно из лучших решений в моей жизни. Порода корги, они не только милые, энергичные, но еще и очень умные. Порода также известна своим упрямством, поэтому только максимально плотные усиленные тренировки – вот ключ к правильному использованию их интеллекта. И в свободное время я стараюсь учить Микки, если уезжаю в командировку, оставляя его родителям. Им занимается папа и нормально так занимается. Мы кое-чему его научили довольно давно и довольно просто. Сидеть? Дай лоб. Другой лоб. Молодец. Ждать? Можно. Микки хорошо обучаем, но я всегда думал, что нам все же нужна рука профессионала, поэтому решил обратиться к опытному кинологу. Тем более, что найти такого специалиста не проблема – с помощью профи. На профи вы можете найти того, кто поможет решить именно вашу задачу. Юриста, дизайнера, тренера, массажиста и многих других специалистов с реальными отзывами от пользователей профи. А если вы профессионал и хотите предложить свои услуги, то профи также поможет вам найти новых клиентов. Итак, ищем для Мика – кинолога-профессионала. Мик, подберем тебе того, кто подойдет лучше всех. Итак, заполняем анкету, определяем свои цели, уровень, условия и диапазон цен. А далее ждем, когда отвлекнутся специалисты и обсуждаем все детали. Ну че, Мик, ты готов? Карен, рассказывайте, зачем вы заводили собаку? Чтобы сделать его жизнь счастливой и свою тоже. Микки, погнали! Да, отличный. Вот такая команда лапы. Да, отличный. Микки, давай, крутимся. Ага. Не тараторим кличку. А, да, круто, но он же сам сделал. Вообще, папа, похвали. На, вот. Молодец, молодец. А вот брось поводок и убеги прям. Ну пока. Давай, и убеги спиной прям. Обойди, обойди. Отлично. Обойди. Молодец, молодец. Свободен. Спасибо большое. Пожалуйста. Как он вам? Говорите, как есть? Да, да, да. Не занимайтесь. Как на родительском собрании побывал. Ну ладно, я вообще не ругалась. У нас много работы впереди. У профи есть два приложения для клиентов и для специалистов. В итоге выигрыши остаются все. И те, кто получает услуги, и те, кто их предоставляет. Переходите по ссылке в описании на нужное вам приложение, ведь для любой задачи найдется профи. Что нового в игре? В игре батлова схема, она и накопительная система, то есть турнирная таблица. Это небольшое, но изменение, и оно дает этому какой-то свежий воздух. Ты смотришь две мощные команды, они между собой побились, разошлись. В динамике сразу это все происходит. То есть нет никакой долгопрелюдии. Быстро-быстро, мне понравилось, мне не понравилось, мне понравилось. Следующие два. Тоже два мощных коллектива. На! Тут рассмешили, тут рассмешили. Тут хуже, тут лучше. Мне не понравилось, мне понравилось. Поехали дальше. И все. Это такой веселый, большой турнир, в котором… Понятная схема, люди копят баллы. Кто особенно связан со спортом, тем вообще все понятно. Понятно просто. Нет, но если говорить о том, что похожи ли форматы или нет, ну типа схожи… Конечно, да. Схожесть понятна, она и видна. Я не согласен. Схожесть в том, знаешь, в чем? У меня схожесть в формате выступления команды. Знаешь, почему это схожесть, как ты говоришь? Потому что лица из КВН. Это да. Только по этому. Допустим, у нас та же схема осталась. Та же схема выступления. Ну это же к нам вопрос. Нет, это другой вопрос. Проект только появился. Вот он в таком виде существует. Он бы, мне кажется, спустя какое-то время, если продолжится, я дай бог, он будет все равно преобразовываться. Он будет меняться. Он не будет вот в таком виде оставаться. И команды а-ля мы со старой схемой, они будут просто искореняться со временем. И будет это превращаться в нечто свое, интересное, новое. А мне так вот в этом формате очень комфортно себя чувствовала и не очень комфортно себя чувствовать. Тем более у нас медийные люди в команде лидеры мнений. Некоторые лидеры спорных, но все-таки мнений. Давай. Давай еще раз пересмотрим, наверное, да? Моя жена. Она очень милая. У меня очень добрые глаза. Я тебе не изменю, потому что я такой отомщу за твои дополнительные килограммы. Но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Да это нормально, господи. Да все команды, на самом деле, комфортно себя чувствуют, потому что у тебя нет разбивки на конкурсы, нет каких-то форматов, под которые тебе приходится адаптировать свое выступление. Да. И здесь любой юмор абсолютно органично будет смотреться в теле всей передачи. То есть, ну, вот такой странный юмор, классический, ну, любой юмор. Цирк может выйти с фокусами херачить там. То есть, неважно. Кто же с Ахмедовой любовную линию вот эту? А, это нулевые, нулевые. Нулевые, да. То есть, можно и вот так просто. Задумка такая. Просто команды, ввиду того, что у них есть бэкграунд, который их не отпускает, они пока что борются с этим. Они не понимают, вот в том числе мы, допустим, да, у нас лучше всего получается вот как по старинке. Все новое, что мы пробовали, ну, к сожалению, не получилось. Ну, не получилось. Либо не хватало нам времени. Ну, вот в таких условиях, конечно, кто-то успевает чуть-чуть перезавариться. Того замечательно. Все классно, все рукоплескают, о, молодцы, что-то свежее. Типа вот команды а-ля мы, там, плюшки, неважно, кто там еще в старой форме. Все кричат, фу, то же самое. Ну, просто это пока то же самое. Константин Эрнст – мудрый человек, умный человек, который сделал кучу крутых проектов. Его фраза… Уверены, что вы будете все продолжать играть в эту игру, в эту настоящую, а не в ворованную. Ну, это прямо удивление. Как же так? Ну, вполне предсказуемая реакция людей. Как по мне, это конкурирующая среда. Первый канал конкурирует с телеканалом ТНТ. ТНТ конкурирует с телеканалом СТС. В этой ситуации, если посмотреть на это как на конкурентную борьбу, конечно, одни будут топить других. Логично. Эрнст назвал игру на ТНТ ворованной. Как можно своровать, что, миниатюры? Что, формат миниатюр? Я, честно говоря, не знаю, чем они руководствуются, когда говорят, что это ворованный формат. Вот для меня это разный формат, абсолютно. По мне, я допускаю, что люди проводят параллели только потому, что там играют Союз, что там играет Камызяк, что там играют Плюшки, Братункова, Абрамов. Ты просто эти лица помнишь все из КВН. Но это же не значит, что эти люди сейчас, в данный момент, играют в КВН. Это же другая юмористическая форма, хоть и командная. Да, она схожа, но я не считаю, что это одно и то же. Лель, ты как думаешь, что-то вот в смысле слова ворованное можно оправдать? Меня вообще удивило это слово в отношении, допустим, старого эшелона, который играет в игре и был в КВН. Потому что мы, как носители этого жанра, меня немножечко это коробит в плане, что мы что-то своровали, если относить к себе. Мы 15 лет занимались этим там, и мы ушли с тем багажом, который нарабатывали сами. Мы создавались как продукт сами и ушли с этим продуктом. Какие могут быть претензии? И где хотим, мы этот продукт продаем. Допустим, в школе ты занимаешься бегом на 100 метров. В школе ты становишься чемпионом области по бегу на 100 метров. Ты закончил школу, ушел в институт и побежал не 100, а 1000. Приходят тебе из школы и говорят, ты что, оборзел что ли? Куда ты на 1000 побежал? Ты 100 бегал всегда за нас. Вот мы узнали, что ты думаешь, что игра в 10 раз лучше, чем КВН. Ну нельзя так сказать, что бег на 100 метров хуже, чем бег на 1000 метров. Это разные дисциплины, разные. Для этого нужны разные группы мышц. У нас есть части, так скажем, анкетные. Можете отвечать как угодно, быстро, коротко и так далее. Лучшее место на планете, где вы когда-либо бывали? Бали. Мне очень понравилось. Почему? Это единственное место. Я вообще не умею отдыхать. Больше трех дней, все, я напрягаюсь. Мне кажется, я теряю время не на то. Этот отдых, он нахер не нужен. А на Бали, как-то не знаю, там так эта атмосфера тебя поглощает, что ты думаешь, а может нахер вообще всю эту работу, всю эту гонку. Остаться там, и вот он кайф. Созерцание, все вот, ну типа, Бали мне очень. Красиво. Ты знаешь, нет такого места у меня. У меня как бы, ну все ситуативно, и каждое место прикольно по-своему. То есть нет такого, что, ой, как мне понравилось там в Таиланде. Нет? Да, я вот солидарен с Айдаром, что каждое по-своему хорошее место. Но очень понравилось в Италии, с очень красивой природой. Я был удивлен. У меня так получилось, что я от Рима и до моих родственников, а мои родственники живут прям… От Рима до моих родственников. Вот это афоризм. Кайфру 200, а мы там не живем. Я если договорю… Салават, Рио-де-Жанейро. Сейчас, да. Сейчас договорю, подождите. Сейчас пройдет. Сейчас пройдет. До моих родственников, они живут на самом юге Италии. Вот в самом юге прям. Кассензе, по-моему, называется эта область. Я всю Италию, по сути, вот так вот проехал. На автобусе мы не полетели, а именно хотели проехать. И очень красиво. Я был удивлен. У нас из традиционных вопросов мы каждого спрашиваем, Москва тремя словами, но давайте, раз вас трое, то каждому по одному слову. Москва тремя словами. Лёль, начинай. Комфортная. Так себе, да? Комфортная. Современная. Да не знаю, время сжирающее. Нормально. Ой, у тебя негатив, кстати. Все, что с едой, это, видишь, у него все… Не, у нас позитив. Лучшее изобретение человечества. Посудомойка. А 13 Pro Max. Айдар. Вот он. Вот. Да? Лучшее изобретение. Я не только iPhone имею в виду, а в целом смартфон. Ну, согласитесь, мы сейчас во время живем, когда все завязано на нем. Мы там храним деньги. Ребята, а нам вообще-то еще надо мыть посуду, не забываться. Воспоминания. Закрой рот. Подожди. Иди мой посуду. Лучшее изобретение человечества еще не изобрели. Ой, Тёма, разве ты не ты? Подождите, а… Отвечал кто-нибудь? А это не Гумерли там едет сзади? Филофилософ такой. Так, смотрите, у нас есть вопрос от наших друзей из Aviasales. Камызяки однажды выступали на корпорате в Монако, куда их позвали, думая, что это казахи. Какой самый ненормальный корпорат был у вас и где? Было два раза, когда мы должны были в Казахстане. А, ну… Да. Когда мы должны были для Назарбаева выступать, и два раза не выступали. Три даже. Три. Дня рождения Назарбаева. Мы просидели на резиденции и не выступили. Там по регламенту что-то не сошлось, у них там, окей, не успеваем. А во второй раз должны были выступать. У него был день рождения, много было артистов, праздников, там какая-то музыкантка с огромной арфой. Все такие разные артисты, плюс квнчики. И потом просто нам кто-то объяснил из местных. А он не захотел приехать. Не, он просто устал. Он приехал, он не хочет день рождения. И вся толпа по автобусам. Ну, короче, у нас так и не срослось. Социальную рок-опера очень многие считают одним из лучших номеров в истории КВН. Дороги в стране, как машины в стране. Как и зарплаты в футбол, ЖКХ и, конечно, кино. God knows! Так, стоп! Ну, как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет. Путина нет. Я же говорил, он не существует. Так, хватит. Какой номер вы считаете лучшим? Меня, когда я смотрела КВН, юбку мне Виктюка у сборной Санкт-Петербурга, для меня это было, ну, какое-то вообще новое слово такое. Юбку бабе, юбку бабе, вот ты баба. Целиком домашнее задание плохое радио. Хор мальчиков-клаустрофобов застрял в лифте по дороге сюда. В чем? Его еще не придумали. Слушай, но Гадя Петрович Хренова на то время... Буду называть тебя Гадя. Красивое имя. Я не понимал, почему мои родители до слез смеются. Я был еще молод, может быть. Хотя мне тоже было смешно. Лучший КВНщик. Мне этот вопрос уже много раз задавали. Я, по-моему, каждый раз разных людей называю. Последнее время я называю одного и того же человека. Он реально мне очень понравился, но он не раскрылся, я считаю, как КВНщик. Его зовут Нурдаулет. Он из Астаны. Маленький такой. Сейчас мужчина уже, понятно. БК все время играл. Бой я с него до слез всегда ржал. Вообще истерика у меня была. В лицо у него прямо, тело, все гармонично. Да, да, очень смешно. Слушай, но если прям пойти по каким-то стандартам, ну дорог. Нихрена себе. Явный претендент. Почему? Вот это квинсистенция и смешной внешности. Выходи. И смешная внешность. И эмоциональный интеллект, который он вкладывает. Ну это не знаю. Он выходит и уже становится почему-то смешно. Наконец мы переходим, Айдар, к теме. А мой не знаю какой. Забыли про Тёма. Есть минусы, да? Вот здесь меня выставили. Когда много людей. Да, да, да. Я стараюсь, мне кажется, в первый раз. Не парьтесь, не парьтесь. Я реально не знаю. По разным вашим интервью слышал несколько ваших объяснений той истории с один из лучших номеров «Просто вернули полуостров». И мы нашли решение. Просто вернули полуостров. Отхватит! Лёля рассказывала, что изначально там была Джали. Поменяли на вернули. И с соображений, что так будет что? Помягче и не так, ну скажем, подружелюбнее по отношению… Нет, там на самом деле это же было в Юрмале. Мы с Днепрами играли. Не, не с Днепрами. Ты тогда как раз говорил с Днепрами, там в комментариях все разъяснили. Мансы были. Одесские мансы. А, ну вот. В смысле какая-то команда была с Украиной. Они попросили просто, чтобы не так жестко это было. Сама по себе позиция неправильная. Формулировка резкая, конечно. Отжали. Ну это недопустимо, наверное, на тот момент было. Слушайте, я когда общался с некоторыми там знакомыми по поводу вот, что будет съемка, какие мысли и так далее, там какой-то брейншторм, мне говорили, а, ну конечно, тот зашквар, просто вернули полуостров. Как же так? Я говорю, так. Я это воспринимал всегда как иронию, как сарказм над тем, что произошло. Это так и задумывалось. То есть, наоборот, не так, что это могло там задеть украинцев, а наоборот, что это сарказм, ну, своими. По отношению к себе. По отношению к себе, конечно. Да. Вот так вот держать плакат Путина, а потом прикрываться я в домике, это же тоже сарказм, ну, такая сатира. Угу. Многие тоже восприняли, что, о, понятно. Кто принял это решение, вот, заменить это слово? Ребята попросили из Манса? Это было решение Васильевича, скорее всего. Угу. Скорее всего, он его передал через редактор. И что поменялось? Ну, что слово вернули, оно помягче? Оно мягче, оно мягче, конечно, конечно. Ну, вообще, с словом же можно действительно очень сильно обидеть, и если не точно подобрать нужное слово, иногда, ну, все может... Не, да, в юморе просто хочется, как бы, хлестко сделать концовочку, а из дипломатических соображений иногда приходится делать такое, типа, первоканальное мягкое такое что-то. Есть люди, которые действительно поняли сарказма? Были бы претензии со стороны? Да, конечно, есть. За много-много. Полно. До сих пор мне прилетает она в Твиттере. Серьезно? Что-что? Смотри, у нас есть коллектив. У коллектива, как и, наверное, у любого коллектива, у любого человека есть определенное мнение на ситуацию. Всегда, да. Оно может быть таким, оно может быть другим. В тот момент, допустим, да, у нас была шутка про годно, да. Все, вааа, какие оппозиционеры, ваа, нам начали звонить эти все оппозиционные паблики, эти на интервью. Лея Ахиджакова нас хотела на митинг затащить, короче, там, ну, такая движуха началась, прикинь? Не, 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 мы про юмор, ребята, мы про юмор, мы просто пошутили. Мы стебанули обычное русское отношение ко всему, все на похер делали. Дураки, дороги вот этого. Потом мы пошутили чуть-чуть в сторону, типа, запада, на нас как набросились эти же ребята, вы че, прогнулись? Они думают, что либо, либо должно быть, то есть альтернативного мнения или там разбега какого-то во мнении не может быть. И люди чаще всего этого не понимают, они, вот как ты говоришь, не считывают иронии, они вообще не понимают, что это ирония. Когда заводишь собаку, надо понимать все риски, что когда это совсем малыш, то он может что-то погрызть дома. Так случилось и у нас, плинтус, это еще ладно, я как-то вернулся домой, а на полу лежит дверной наличник. Зато это подтолкнуло меня к тому, что давно нужно было сделать. Купить себе качественные инструменты, ведь они пригодятся всегда, как при запланированном ремонте, так и в непредвиденных бытовых ситуациях. Тем более, что недавно в подарок Саньку я купил отличный инструмент в магазине всеинструменты.ру. А значит, пора отправиться туда, где настоящий профи посоветует мне действительно классные товары под мои задачи. Во всеинструменты.ру вы найдете все для дома, дачи, стройки и ремонта. Товар можно приобрести как онлайн, так и в любом из 400 розничных магазинов по России. И мы в одном из них. Пойдем посмотрим. Оптимальный вариант для меня сейчас это начать собирать аккумуляторный набор бренда Makita LXT. Ведь в линейке более 380 инструментов работают от одной батареи. Теперь никаких проводов. Аккумулятор всегда защищен от перегрузки, глубокого разряда и перегрева. Дело за малым выбрать несколько инструментов Makita LXT, которые точно мне пригодятся. Итак, Павел, что из серии Makita точно должно быть дома, что бы вы посоветовали? Если у вас дома происходит ремонт, то я вам посоветую перфоратор, дрель, шуруповерт. А это такая же, только поменьше? Да, абсолютно и поменьше мощность. И многофункциональное устройство. Как его использовать? Что тут есть? Им можно пилить, шлифовать, полировать. Но чем Makita так хороша? Я не все время слушаю, что говорят опытные покупатели. Самое главное, что в линейке LXT подходит один аккумулятор абсолютно ко всем другим инструментам. То есть и к перфоратору, и к многофункциональному устройству тоже. Итак, я выбрал три инструмента. Это многофункциональный инструмент, шуруповерт и перфоратор. С них я начну собирать свой аккумуляторный набор. Кстати, при покупке акционных моделей Makita из линейки LXT мне подарили еще вот такую фирменную рулетку, которая обязательно пригодится. Вы тоже можете такую получить. Список акционных моделей ищите под описанием к этому видео. Покупайте инструменты серии LXT во всеинструменты.ру и добивайтесь успеха вместе с Makita. Вы удивились, когда вернули полуостров, даже в таком формате, в такой форме, вернули, а не отжали, пропустили. Да, мы удивлялись несколько раз. Это уже было после годного. Если честно, после годного я уже не удивлялся. Я думал, окей, карт-бланш, все, ребята, делайте в эту сторону. Там как бы ты Фредди Меркьюри все сказал за вас, понимаешь? А здесь все сказали вы. А здесь Леонид Агутин подсказал. Остров, ключевое слово там. Так, вы говорите, что вы перестали удивляться, да, после годного? Я да. Я не знаю. Не, ну, да. В смысле, мы поняли, что нам позволяют. Да, просто каждый раз что-то приносили. О, можно, окей. Еще что-то можно. Император мы приносили. По сути, это наша визитная карточка стала социальщиной. Мне рассказывали ребята, мои друзья из КВН, что вы сначала показывали редакторам, и что они сказали не стоит. Он так, вот так сидел. А потом редакторам сказал, вот это God Note должно быть погромче. Погромче? Ну, типа, что вкусно было. Он, видимо, не сразу срастил, что это КВН. Ну, не знаю, может быть, в силу возраста. А, может перепеть, да? Да, а может этот перепеть как-то? Шпень, шпень мне потом рассказывает. Он говорит, я ответил, боюсь, что уже нет. Ну, скорее всего, Александр Васильевич имел в виду, возможно, чтобы просто погромче это было. Там еще смешно, я потом шпень рассказывал, что типа, Васильевич поворачивается. Что он сейчас пел? God know, бог знает. Нет, а звучит как? Звучит как говно. Это я понял. Почему так тихо? Вы можете перепеть? Диалог из Тарантино просто. Я сейчас небольшой секрет открою. Это очень крутая фраза, она реально тарантиновская. У него в WhatsApp статус у Васильевича. Не уверен, не звони. Пацанские паблики. И ты такой думаешь, елки-палки, писать или нет? И большинство, мне кажется, откат делает назад. Не уверен, не звони. Гош, прям, да. Решу. Александр Васильевич, видишь, какая чуйка. Ну, возможно, правильно сработали, что убрали. А может такое быть, что он не совсем понял, поэтому... Не, не, он понял точно. Он очень грамотный человек. Мне кажется, ему тогда хотелось такого хулиганства. Это было очень резонансно. Люди, даже которые не смотрят, не смотрели КВН, все знают про этот номер. Какая была самая какая-то дикая, странная, забавная реакция, скажем? Ну, условно, я не знаю, вы узнаете или нет, что у Пескова на аватарке в Телеграме или в WhatsApp стоит фотография Дениса Дорохова, который пародирует его. Ну, да-да-да. Я слышал про это. Какая-то такая вот реакция, что-то, что-то такое было, что где-то вы слышали, что вот это видел. На следующий день или в этот же день, когда был эфир вышки, спросили, слышали ли вы эту шутку, и Песков прокомментировал, что Владимир Владимирович нормально относится к юмору. Готовились к следующей игре. Мы уехали за город. Мы сидели в каком-то съемном доме в Тюмени. Да, под Тюменью. И мы отключали телефоны, мы сидели, писали, мы как староверы, ручками на бумаге мы писали всегда. Потом, когда у нас заканчивалось рабочее время, мы включали телефон, смотрели, я захожу, и у меня просто... У всех телефоны вот так вот звенят. Я читаю твиттер, там RBK, Forbes, какие-то еще ключевые... Что было на Forbes на сайте? Под Эрнстом зашаталось кресло. Вот такие, короче, заголовки. Там громкие были такие, да, заголовки. Все на этом пытались хайповать максимально. Эта нарезка везде гуляла, где все люди в зале там... А там же еще была добивка, да, что его не существует. Там типа вы с ума сошли, и вообще там просто истерика у всех. Дим, можешь рассказать, что это за коллаба с Союзом? Футбольные песни были на канале Slow Slow Co всего один раз, когда был я против Слуцкого. Мы решили, что формат-то прикольный. И вот на канале Площадка решили сделать песни. Но мы же не можем просто своровать. Хотя так делают тоже в Ютубе. Это наши друзья, мы говорим, а давайте сделаем вместе, чтобы получалось, что это ваш формат, но на нашем канале. И вот, собственно, сейчас снимем такой выпуск. Будет Айдар, будет Ваня, потому что они поющие, да, поэтому... Да, как бы нет, мы-то с Косом не поющие, нам не обязательно поющие. Вообще, кстати, у нас несколько таких будет выпусков. Вот в этом нас похоронят жестко, потому что два поющих и двое нас. Ну, сейчас Иван накинется, по-другому своих заготовленных разговоров. Я в присутствии Адамяна вообще молчу. Возможно, тебе не изменю, потому что я такой отомщу за твои дополнительные килограммы. Но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Нет, я иногда ехал в поезде, мы играли в покер. Подошел мужик и говорит, ой, а во что вы играете? Он в очках сразу подошел. В какой-то момент спалился, когда сказал, о, флэш. Давай, каменцы. Давайте. Каменцы, мы это не будем обсуждать, окей. Что? Ты сократил камен-ножницы, бумага. А, тут на полу уровня душнило. Блин, ну мы же просто засмеялись, что он переделал ударение. Отсосим? Это смешное слово. Зачем анализировать? Нет, ну маленький анализ всегда не помешает. Здравствуйте. Как тебе? Я российский футболист, перспективный футболист. Я готов играть везде, 29 мне уже. Блядь, хуйня какая. Слушай, извиняюсь, не для эфира. Что они орали? Наши фанаты про проституток в последнем матче. Я на стадионе был. Вот я не понял. Что-то ищут проститутки, что-то. Ты про Федуна что-то? Да? Ты думаешь, остановились им? Где этот магнит, который притягивает неприятности? Где он? Знаменитая чайпития с джентом. О, думал, не спросишь сюда. Лёля рассказывала просто в удивительных тонах. У меня сохранилось очень такое приятное, прикольное воспоминание. Я заметил. Каким-то таким вот прям. Но если честно, тогда и настроения были другие. Даже сменившееся настроение вокруг и все остальное не влияет никак, например, на мои воспоминания. Вот у меня был такой период, мне это запомнилось так. И я рада сохранить это так. К вам подошел Александр Васильевич и говорит, ребята, сейчас будет предложение, от которого вы... А, или как он, от которого вы не можете отказаться, или, в общем, у вас есть ли у вас время, пару часов. Я, кстати, подумал, откуда у Путина два часа. Это запланировано было не на два часа. Да, мы ждали, когда он прилетит с... С жеребьевка чемпионата мира в Питере. Была жеребьевка, и мы ждали, когда он сядет в вертолет, и мы быстренько там побежим. Самолет. Вертолет у него был. Самолет из Питера, конечно. Ну ладно. Светлогорск на вертолете. Я думала, есть такие вертолеты, которые... Неделю. Только в Сантропе. То есть, во-первых, Масляков такой человек, который, вот, значит, не уверен, не звони, который из чего может устроить встречу с Путиным. Это был Светлогорск после Юрмалы, первый Светлогорск после Юрмалы. И, насколько я знаю, это был день вообще военно-морского флота, и он летел туда, именно... На следующий день был празднование дня морского флота, да. Заплатив и КВН. И ваша реакция? Как вы ответили? Ну, это прикольно. Да, все... Ну, это было прикольно, правда. Как вы ответили Масляков? Не, мы ответили, что мы согласны, ну, как бы, потому что он дал понять, что ему тоже, как бы, хотелось бы в компании присутствовать, чтобы это не было слишком официально. Сгладить эту всю историю такую, беседу такую светскую больше. Но были мы и команда из Калининграда еще, не только мы. Ну, был губернатор Калининграда на тот момент, была команда из Калининграда и мы. То есть, а, я думал, только вы были. Я видел вашу фотографию просто, где вы очень счастливые стоите. Так, итак... Там была крутая история от Кирилла, жалко, что Кирилл не опетличился, он бы сейчас рассказал вам эту историю. Короче, когда-то, когда президентом стал Медведев в рамках, там, какой-то пиар-акции, пригласили всех комедий-клабовцев. Да, я помню, конечно. Было подобное чаепитие где-то в Бочаровом ручье, по-моему. И, короче... Вот здесь, Бочаровом ручье. Прямо за углом. Видишь, как я показываю здесь. Я в Москве просто живу. И, короче, пришли все. И там были стандартные какие-то глупые вопросы, туда-сюда. Там что-то какая-то протокольная история с подарками айпэдами этими, короче. И не в самом конце, где-то в середине интервью Незлобин спросил у Медведева, типа, а существуют ли инопланетяне? Вот. И что-то как-то Медведев уклонился от этого там что-то... Или ответил, я не помню. Ну, похихикал там что-то, наверное. Вот. И после этого интервью закончилось, стоп-камеры, короче, выходят все, уже там куда-то вращаются все. Уже без камер Медведев, проходя мимо, поворачивается к Незлобину и... Существует. И ушел. И эта история пошла вот в кулуары юмористов, все, друг другу все эти истории пересказывали, там, хи-хи-ха-ха. И то же самое произошло вот на этой встрече с Путиным. Мы сидели там, допили все, стоп-камеры, мы сфоткались, пошли фоткаться как раз вот это вот все. И Кирилл подошел и говорит, Владимир Владимирович, а существуют инопланетяне? Он говорит, я очень надеюсь, что да. Не, ну это было такое прикольное такое. О чем вы спрашивали его? Да разном, там сколько часов он... Спит, как он перезагружает. И сколько часов он спит? Ну он говорил на то время, что часа четыре ему хватает, типа, выспаться. Разные, разные были вопросы. На самом деле, вопросы были глупые и спонтанные. Да, простите за банальный вопрос, с кем вы мечтали стать? Серьезно? Ну там были первые вопросы, поначалу это же очень ссыкотно. Ну то есть ты сидишь, атмосфера, я тебе скажу так себе, поначалу ты просто сидишь, ну... Все боятся звякнуть лишний раз там чашкой. Я лучше помолчу, знаешь, вот такие штуки, короче. И проходит 15 минут, все, все приходят в себя, все вернулись, все вспомнили, что они люди, все начали более... Ну, на самом деле, он очень, как бы, вначале дал понять, что можно быть более спокойными. Дворца так, Пескова, посмотрел, а нас постоянно снимать будут, Песков. И все, вот прям за секунду идет камерку. А он как, предложил выпить или что? Нет, чай, мы пили чай с калининградской вишней, с какими-то вареньями. С красной поляной. Я так понял, запланировано было, ну, это типа, вот для камер мы чай попили и разбежались. Думаю, вот так это должно было быть. По факту мы там просидели полтора-два часа, я не помню сколько. Мы когда ждали, очень долго, мы общались с людьми из аппарата президента, и там был крутой очень дядька, я не запомню, как его зовут. Он прям вообще классный дядька, мы с ним прям болтали, он простой. Свой прям так. Он такой, это, я говорю, а что, почему, типа, президент с нами столько времени просидел, типа, ну, прям долго. Мы думали, мы для параформы, типа, тык-тык-тык и разбежали. Он говорит, да прикинь, говорит, у него сколько, типа, в день встреч с галстуком и с какими-то очень, там, типа, серьезными людьми на серьезные темы. И он, типа, видимо, решил вот с вами, с молодежью вот так весело провести время, ему, типа, вот этого общения с простыми людьми не хватает, видимо, ну, типа, вот как-то так. Я помню, он что-то про северные города говорил, что вот сверху на вертолете пролетая, они кажутся как будто бы, а я там, а я рядом с ним сел, игрушечными. Да-да, игрушечными. Просто неизбываемое ощущение. Да-да, игрушечными. Запомнил это, да, на всю жизнь. Тема вообще, я тебе говорю, он по ночам сдрагивает. Ну, это и так получилось, я клянусь, не специально. Нам когда сказали, надо будет пройти и сесть туда, где таблички не стоят. Там, где таблички, это уже заняты, там кто-то будет сидеть. Я просто последний зашел, а все хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп сели, и я в конце зашел, смотрю табличка «В-В Путин». А, прикольно. И все, по сути, это один стол. Один Тема не ел вишню, потому что боялся там шуршать рядом. И у нас была одна тарелка на двоих. Это я уже рассказывал. Секс в большом городе, посмотрите. Есть легенды о том, как Владимир Владимирович любит опаздывать. Сколько вы его ждали? Что-то в районе часа, что ли, двух мы, наверное, ждали. там еще мы правда там типа были во первых да погода была странная и вот и жеребьевку что-то с ней еще были какие-то мы стояли что мы сейчас думали вообще он не прилетит ну типа василий дать что-то выдумал не ли не ну типа в итоге все сядем попьем с ним чай типа вот молодцы здорово собрались задумали во первых жеребьев мы же сидим тоже в соцсетях смотрим как же и мы не понимали как-то идет мы думаем ну чё как он сейчас вот так бас сел и прилетел ну типа для нас это странно там президент фифа все вся вот эта история мы типа ну и окей светлогорск они в другой день не откроют это здание и все и мы думали ну я отлично был уверен что саня купил себе новый костюм да и я тоже серьезно да саня ради этого а он же вообще как бы ну официал это не его стайл он ради этого купил какой-то черный офигенный костюм помните мы ждали стояли в кругу мы стояли ждали и василич просто подошел к нам ну что саня такой давайте в разминку тогда играешь сашка как отреагировали ваши там родители семьи фотография моя с путиным мироточит висит в доме у родителей ну давай будем откровенными для старшего поколения это что-то невероятное это тем более бейонсе ну да моя мама скорее все так параллели и проводит бейонсе где-то джей-зи путин и вот мой сын чисто попал туда для них это для для многих людей в россии до сих пор человек из телевизора это что-то невероятно это вот мэйджик какой-то до сих пор люди где-нибудь регионе подбегают вы же это вы же это вы же говно вы же говно ильдар ильдар они просто теряются они не понимают реагировать я и рад я ильнур я мурат я мурат не меня кстати как-то это тяжело видимо спутать лёля но оля единственное что мне называют лёля говорила что путин сказал хулиганы по поводу годного мнения когда он смотрел номер со светлогорскому потому что в начале в зале смотрели на экране наше выступление на этой сцене где мировые лидеры я в домике остальных мы типа кидали и он типа так а вы обсуждали номера какие-то ваши с ним да ну да нет это вот единственная была такая ремарка в зале а потом мы пошли уже в чайную комнату ты говорил по поводу того что у него хорошее чувство юмора как-то как-то определить за два часа нам показалось он очень весело под подкалывал подкалывал губернатора несколько шуток было прям очень реально смешно человека чувство юмора или его нет но мы ржали в каком два раза губернатор очень долго отчитывался что-то говорил у нас вот такая 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 а что с ценами почему такие ну как ты прямо там было про грязь про дороги и про грязь бы он что-то говорил про целебные свойства грязи местные да 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 у всех у вас грязь целебная везде это как-то так он раз подколол второй раз он повернулся и спросил типа сам путин повернулся спросил про чем понравилось здесь вот типа вот в лагорске в калининградской области и первое вас спросил но как-то в нашу сторону я я такой ну окей ну дороги классно а там типа положили дорогу знаешь от светлогорска до аэропорта она прям в принципе хорошие дороги потому что там еще рядом германии они как-то видимо баланс соблюдают и там действительно прям идеальный автобан практически положили я такую классно дорогу вот типа что-то отличная дорога да 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 что там ты мне не рассказывал что-то там ну что-то какой какой-то такой был упрек про качество дорог вот так вот я помню мы с нескольких шуток искренне смеялись это не было босс шутит вы хорошо попрощались с мослюковым уходя из сквн я слышал истории разные то есть людей не так просто отпускают это не в принципе полюбовно разошлись а как не но не было не было как уже не могут задержать там могут попросить поучаствовать куда пошел смотря куда есть уходить нет нет вообще нет у них нет такого что так садимся на разговор ребята куда вы нет такого что-нибудь на тнт я вас не пущу или там на естественно по сути но игра заканчивается команда по факту прекращает участие в игре и есть обязательно там обязательства определенные там по контракту они тоже истекают и дальше ты просто вы делаешь выбор либо ты продолжаешь в первых они ничего не могут предложить тем кто уже заканчивает карьеру колени да ну вот если бы у них была такая база не знаю каких-то предложений нет редактором это отдельное индивидуальное предложение и она не относится вообще ну ко всем очень много же команд покидает залпово так скажем квн в каждом сезоне но никому не делают дельных предложений вообще в принципе поэтому о чем разговор может быть если вы ничего не можете дать мы естественно хотим дальше есть кормить свои семьи нам надо что-то делать когда зарождался камеди я помню старое интервью александр маслякова где он говорил старшего который говорил что это все какая-то хрень и ничего не получится и он сказал что я вначале переживала потом посмотрел один эфир и понял что все нормально да вот она умрет сама вот вам не кажется что уже тогда как будто было понятно что вот как кизару говорит про оксимирона что мимо и не про сейчас вот что просто акцент масляков который 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 потерял чуйку до который как будто воспринимается некоторыми людьми оттуда что он там предводитель молодежи он не предводитель молодежи он не знает на ком языке говорит молодежь я бы поспорил потому что молодежь это это не только кизару бэйби ты съезде провинции ранс я думаю ты понимаешь что там абсолютно по-другому люди живут другая молодежь у них другие интересы они другими в другом мире по сути существует а здесь креативная прослойка вот этого вот молодежного там субкультурного движения они она очень яркая с фиолетовыми волосами и на лонгборде ну это другие вещи поэтому вообще телек существует потому что есть регионы для которых привычней как бы для них эффективнее смотреть телевизор нежели youtube поэтому телек то и как бы еще там не знаю десяток другой поживет не на самом деле бы и квн это тот же телевизионный продукт который смотрит в регионах любят в регионах занимаются квеном там там школы квн лиги проходят почему они продолжают до работы там как раз таки мало сейчас понятно что стендап захватывает все больше и больше и там же в регионах начинается это движение уже такой более активный но вот comedy club например как как сетка они же не смогли устаканиться вот в провинциальных каких-то городах не помню что в нижневартовск приезжал comedy club точку делать свою северную и прям вот все это так как-то потому что параллель ставил да 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 там что-то такое и так это все как-то так прям вот тяжело шло и в итоге ну он испарился растворился потому что был квн и кв нам удобнее привычнее заниматься советская схема капустник командный вид спорта юристический квн могу предлагать своим участникам игрокам командам финансовое вознаграждение мог бы конечно естественно это все можно я слышал денег там нормально да нет понятно что просто там советская система была в том что все построены на энтузиазме да и это немножечко превратилась в эксплуатацию людей и люди это чувствуют блин я знаю людей мы играли в оренбурге я знаю людей которые десять лет играли безуспешно так мы 15 лет вот сколько там до вышки вот я фортал лет двенадцать играла получил много-много времени на чем вы рассчитывали я вообще я вот как-то интуитивно перла и все мне было пофигу меня не было там до какого-то плана что блин к две тысячи десятому я должна зайти вышку вот нет просто мне нравилось у меня все друзья из квн это как-то все вот так вот накатом происходило и вот в итоге куда-то выбросила на нужный берег не у меня было стопроцентное понимание что чего я хочу я касса даже маме говорил еще участь в школе что я попаду вышку я выиграю я не помню этого я и говорил ты уже тогда пил закладывал заворотник нет для меня это было ну типа за задача то есть цель мечта вот там я хочу быть там я там выиграю вот это в это будет прям классно нас когда мы серьезно относились есть многие команды которые приезжают на соческий фестиваль угорают бухают и всем мы даже при этом момент когда уже едешь под спонсорской поддержкой ну и представляешь уже какой-то регион да ты уже там чувствуешь ответственность но как минимум у тебя уже форма у всех одинаковая пошитая где-то швеей как еды одинаковые да ну то есть уже такой за кого-то рубишь я помню мама мне говорит ну что куда-то опять в ханты-мансийск на северную лигу вот ну чё вы думаете вы тут примерно на первом канале быть мама мама передай привет мама чего нет не ну да для наших родителей вообще попасть в телек наверное это прям ну что-то запредельное на тот момент было но мы хотели пожертвовали многим и добились классно да да у мохудобой пожертвовал своей мне знаете что интересно вот как бы вы ответили на вопрос действительно ли александр мысляков очень влиятельный человек он человек с огромным обаянием ну честно говоря у него очень такая светлая кайфовая энергетика вот сколько мы пересекались там немного пересекались то есть это не то что мы там как это делать и меня что удивляло когда мы были в премьерке он знал нас всех поименно то есть он мог идти по коридору там здравствуйте здравствуйте лена как у вас как вы дела вы там готовитесь я думаю откуда он знает еще как меня зовут премьерки еще как ваша кета диета да действительно ну то есть как бы меня это всегда удивляло поражало и восхищала в нем это качество вопрос был правда ли что он влиятельный на команды или какой призме об этом говорить там в стране а в стране это человек который я был редактором вышки я с ним проработал два года и я тебе точно с уверенностью на 100 процентов скажу что это очень влиятельный человек что ты имеешь ввиду ну представляешь у человека есть влияние на огромный слой населения активная молодежь скажем так активно молодежь от школьников до работающих людей на предприятии это люди которые верны ему и понятно что в юмористическом плане что все это более того вот эта вся армия до которая там шутит на разные темы есть и люди и среди этих людей которые уже давно закончили играть находятся скажем так на руководящих позициях в регионах здесь в москве в администрации президента в том числе и уверен там есть я однажды случайно пересекся мы мы пытались уговорить геннадия зюганова играть поиграть с нами в стэн был такой период и более я мы это про это тоже спеша история мы просто на фару поехали ну мы союз типа команда сама должна искать звезду мы такие а прикинь зюганов мы ха 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 давайте еще думать и какой-то момент просто девушка витя на тот момент нынешняя жена она говорит а у меня подруга там где-то в аппарате кпрф работает может быть у нее спросить просто узнать прикольная же идея просто узнать на фару она спрашиваете поможет ли там где-то с ним пересечься и поговорить зюганова говорит то я думаю да можно организовать о прикольно а когда а вот давайте приезжайте и называет там дату и это площадь 905 года я сейчас прям как сейчас помню пацаны все сидят пишут шутки и слушай съезде с юлькой мне говорят связи с юлькой попробуй договориться мы-то едем с пониманием что эта девушка работает прямо где-то рядом с ним и она действительно может организовать встречу мы едем с юлькой вдвоем я за рулем и вот так вот просто полностью перекрыта улиц я не знаю как я выскочил на 905 года она полностью перекрыта ни одной машины нет я один еду она юлька все это время пытается дозвониться до этой девушкой а то трубку не берет я говорю прикинь как ты думаешь вот мы сейчас едем уговаривать человека играть в стэм из-за которого пол москвы перекрыли как ты думаешь у нас получится короче прикол мы приезжаем на эту площадь 905 года я там как-то как-то паркуюсь еще близко это щеки то чудеса были не помню как это произошло все огромное количество пенсионеров ходят люди там какие-то в кожаных плащах с красными повязками у них там флаги это митинг видимо был мы выходим толпень эти металлоискатели мы что-то стоим она дозвониться не может дает до подруги в какой-то момент она дозванивается говорит ой а я не знаю ну не знаю я не договаривалась ну если вот повезет вот разговаривайте и мы среди бабушек стоим на этом митинге подъезжает кортеж оттуда вываливается и так получается что вот достаточно близко к нам вываливается оттуда свита сам зюганов выходит и получается что вот так вот стоит спиной ко мне его какой-то там телохранитель кто он там правая рука и юля говорит давай попробуем по спине вот так вот бьет поворачивается мужик какой-то что случилось мы такие а можно мы с геннадием андреевичем геннадий древич про что на какую типа тему квн сейчас такой на пароль зюганова он так и вот двигать да что вам ребята такая же реакция мне был чего я стою у меня просто пешки сейчас вообще упали назад туда этот грудь геннадий древич здравствуйте мы вот квн щеки мы ой квн молодцы люблю играл сашке привет маслякову это видимо василичу я что там хотели ли вы я говорю вот мы хотели пригласить вас вдруг у вас будет время поучаствовать с теме неплохая идея я добавляю что не так то почему все почему все сходится почему все получается а там ты понимал там толпа людей она жаждет его они на не там все бабушки эти к нему рвутся игру вот идея мы там просто в коричь в качестве бреда мы даже не расписывали эту идею мы там придумали что это будет неуловимые мстители и в конце будет танец и тогда еще было модно мигель у нас чтобы забыла как раз и бабушки на заднем плане и суть в том что вот там не ловим мститель вообще классно мой любимый фильм все идет как надо у меня в голове думаю вот это охренеет масляков если зюганов на сцену выйдет конечно и что как вот мой помощник с ним связь все и дальше мы с этим помощником связывались он сначала все одобрял потом говорит вы знаете у нас сейчас командировка мы не можем потом он приболел а потом давайте а давайте не получается игра видео можно записать с ним можно через какое-то время некогда все приболел и короче все это ты спасать хочешь сказать что через игру в квн можно получить работу где-то там в структурах города но чё нет если человек очень много примеров таких допустим в республике татарстан я знаю там есть министр спорта культуры квенщик до леонов там не леона кстати там муж нюша я не помню как его зовут он тоже в в администрации города казани какой-то должен занимает он квнщик да уж трех татарах играл до не говорите название партий пацаны играющие которые играли они тоже там сейчас где-то помогают по административной части где-то кем-то приходится вам предлагали какие-то должности перебрались уже в москву и поэтому квартиры дадут даже нет не было никаких ожиданий но ты когда слышишь там рассказал вот у самары самара встретилась с губернатором и там по квартире по машине дали там понятное дело что чеченской сборной по сборной по тачке не то что ты ожидаешь там да 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 им прям по 99 или что им по десятке по девятке просто такая это на самом деле ну как бы сейчас выглядит как какое-то попрошайничество с нашей страны но сама история квн нас к этому приучила по мячи когда побеждаю победили максимум подарили по квартире в томске тот же сок самара им по тачке подарили под еще что-то короче мы просто как вот почему-то решили что тоже так же должно быть мы типа из нефтяного края сейчас нам по маленькой скважине сейчас мы понимаем что это как бы ну не вообще странно не разное ожидание это не обязательно должно было быть да но мы тогда на тот момент почему-то вот существовали в такой реальности мы видимо чувствовали себя немножечко героями героями своего региона конечно и наш приглашать какого-то признали в чем все не отказывали в плане у нас была какая-то дополнительная авторская помощь это все финна финансировалась не за счет нашего кармана за счет нашего нашей администрации поэтому все круто было правда быстро бегает маны и это правда видно в детстве часто бегал как-то раз калина в поле был судья на меня он гляну обосрался там миллиард складок там не хватало растворился их бюджет как в океане море попрощались с рпл и не помнит игроков даже комментатор хуй забил на клуб тамбов местный губернатор может маленький ребенок окулист быстро в теленок даже прыщик на губе что вы об этом думаете о том что сейчас юмором происходит с этими скажем рамками по мне так это эволюция не то что неправильная деформация мы сами наверное создали какие-то социальные условия для того чтобы так деформировалась вообще юмор деформировался и любое вообще высказывание общественное хотелось бы чтобы это все вышло в какие-то здравые рамки потому что правда тогда зачем нам в принципе юмор если мы не можем осмеять это 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 дать какую-то свою обратку тогда просто непонятно слишком усложняются правила игры и в эту игру начинает тяжело ну как бы игрокам становится играть а как тогда вообще вы хотите что вы хотите вы хотите контента но при этом вам вдруг вот ну типа тут болезненно тут тут извините окей про быт опять про быт 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 это ну ни к чему хорошему это не приводит закручивающиеся гайки бесконечно это же резьбу сорвать можно но это мы развиваемся мы перерастем это просто у нас не было так такой быстро доносимой информации сейчас же все ну вот кстати насчет америки там как будто свободнее можно шутить про президента условно но нельзя пошутить про геев или африканцев или африканцев афроамериканцы естественно все встряли это чуть позже там же тоже прессуют комиков прям нормально там прессует понятно там еще и уровень юмора уровень и за жесткости тем он на другу вообще это это конечно далеки от этого там можно говорить о чем очень рано начали сами себя ограничивать вот мы начали выходить на уровень там появился стендап появились такие резкие темы резкие формы выражения самых различных тем и мы тут же врубился вот вот эти вот жернова врубились то есть куда дальше двигаться пока вот я думаю что проблема знаешь в чем почему это все так сейчас остро воспринимается в том что не только в том что там очень нашлись люди которые обижаются и там подают иски и прочее а в том что новая волна вот это вот стендапа до западного веяния западного юмора она докатилась до нас она стала очень популярна и наши комики наши стендаперы в первую очередь они начали подражая западным коллегам начали шутить на такие же яркие там на такие же острые животрепещущие темы в том же стиле в том же ключе как они они же типа вот они же там жутят нормально но они не учитывают что это другой менталитет другие нравы абсолютно что наш народ да он не так быстро не такой гибкий ну типа мы там 20 лет ну ладно 40 лет назад над никулиным смеялись над комедиями добрыми а тут херакс и мы разговариваем про члены да слишком бы дискриминация про все остальное наверное в этих условиях можно понять людей которые на мы еще как бы помню это лежат но это тоже как бы палка о двух концах тут с одной стороны юморист не должен перегнуть потому что он должен понимать а это не всегда получается то есть люди у нас все равно юмористы не все супер высокого качества когда ты пытаешься пошутить ты же не всегда если шутишь сто раз невозможно же каждую шутку ну на сто процентов быть уверенным что это не за день я думаю кстати любая шутка может задеть если вы хотите зависит от того кто ее слышит но ты должен отдавать себе отчет что ты в этом поле деятельности ты условно парашютист понимающий что у тебя может отказать парашют понимаешь то же самое землишься куда ты ты должен себе отдавать отчет что окей ладно но ты просто должен быть к этому готов тогда понятно что может не получиться но никто от этого не застраху это наверное еще вопрос воспитания аудитории самой у нас вот этот процесс воспитания и подготовки к такому жесткому юмору но он был немножечко упущен размыт и типа сжат сейчас мы экстерном быстро херонем жесткую вот эту всю уже историю современную а народ в регионах вообще не готов к такому там люди еще в квн играют в тот мы ездили в город я не помню хулимсунт он назывался где тысячи тысячи хулимсунт где за нягань куда-то по дороге короче пять часов бездорожья там люди не закрывают двери в принципе потому что у них нет преступности там тысячи человек живет и они смотрят все большая семья квн старый квн смотрят и дети его ставят ну то есть уральских пельменей ставят там типа вот бога ушные визитки и вот играет в такой квн они его даже еще не пишут то есть они вот живут не знаю там минус откатиться не знаю сколько лет тогда как вот к ним сейчас приедет современный стендапер мне кажется у них просто взрыв мозга произойдет это знаешь заметно еще по я когда работал редактор в регионах приезжает команда она вот типа наш им по 20 лет там 20-25 самый самый рассвет сил по сути самый вот сок молодежи молодежи они притаскивают финальную песню допустим лыжи у печки стоят для них это типа ну а чё вы чё это слушайте что ли нет врачу вы это поете ну вот мы видели по телевизор принято как типа скаланда так поют игру формат капустника вот он до сих пор вот так блин я вспоминаю просто это реально интересная история про обидчивых у нас помните была песня про мытищи и вырезали из эфира но в конце просто полупьяный мужичок под подошел взял микрофон у якубовича я хочу союзу сказать пойте про свою там где вы там на наши мытищи не трогаете все продавали как такой швах был там так так охрану потом отчитали прикинь чувак просто со спины подошел микрофон у якубовича спокойно поговорил в микрофон прямо во время выступления он полупьяный прям было может быть и пьяный но такое прям не видно что не трезвый чувак свой давно не видел пенис как тренер хуже станет других на место ставят а старый не удел но есть прикол у рп их просто меняют местами по ходу закон сам сары иначе ху ты объяснил для начала просто поговори как оле оле прилетела на футболе и поле на мяче остались бро и хуйня просто лукаку 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 ночная бабочка сосет хоть порван рот а что-то вот на уровне корпоратов элэй монако у вас было в карьере у нас были забавных корпоративы там типа аля когда огромный стол огромная резиденция и просто семья сидит из десяти человек и четыре ребенка которым вообще пути ровели только что у нас я думаю как у многих артистов примерно похожие до истории я не слышал где-то кока рассказывала что она выступала тоже в доме для двух слушай но иванушки или кто-то рассказывали как они для двух шпицев вообще работали есть ну харлос воли когда только камеди стал популярным они работали для проституток ну так получилось что все кто их заказывал ушли то ли в сауну то ли куда и остались только проститутки и буду говорить где ну мы тоже так работали примерно дело было просто мы понимаем что это стол полностью стоящий язык но это кстати очень благодарные зрители думает что он думает что экспорт экспрессо и экскорт это буллинг как это случилось все ушли опять же у нас те были не будем говорить да были вручены большой столб и понятное дело кого а девчата радовались там же было интересное событие а у тебя мы выступаем так вот стол и вот там их человек 20 и человек 40 эскортниц вот этих женщин и мы выступаем и они все очень сильно пьяны уже мы выступаем место мало а мы прямо перед ними дышат нам в живот и я делаю шаг вперед для того чтобы петь песню я ее пою и к поворачиваясь направо вот так вот чувак стоит беломориную вниз это перевернул и задувает не провоза и мы поняли что нация визит во время песни спасибо у нас было два было 20 минут но мы сделали это оказался мэр одного города были крупно мы не про россию естественно так хорошо а вот именно какой-то прям невероятно богатый какой-то корпорат но мы в сан тропе с тема как так вообще мы должны были командой но что там переигралась не рискнул да и мы вели просто с темой это очень известный бизнесмен а до этого у этого человека я вел новогодний квиз в новогоднюю ночь у его семьи на рублевке через несколько шлагбаумов кпп еще одну кпп и еще одно потом кпп вот там я вел у нее новогоднюю ночь это было очень просто и легко за те же деньги как огромный концерт допустим отработать но это тоже я переодевался в личном большом кинотеатре а потом и у этого же человека работали в сан тропе вот где он там и что там было его день рождения его семья его друзья и все очень ну такое вот кулуар на лакшери гости прилетали на вертолетах ну да 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 так сажали рядом с бугатти и мы просто не понимали как так люди живут и мы понимаем что там есть винные столики сырные столики стольки крепких напитков но туда не только из долей не ходят да потому что им все носят я говорю слушай ну мы уже почти доработали может ли на винишко дома там по-любому винишко непросто и мы влили в себя это и скорее всего вряд ли когда-нибудь еще вольем очень интересно рассказывает вообще не могу но если вспоминать благодаря на самом деле квн мы много где побывали успели захватите германию как бы по тура хорошо прозвучало это были крутые времена просто сейчас я знаю что уже таких гастрольных туров не не делают когда несколько команд садятся в автобус и погнали это прям было если мы кладку есть я не буду если вам интересно посмотрите я ходил на секс большом городе у чеснокова в большом городе сейчас поняла артём вот сейчас ты просмеялся просмеялся ну как ты думаешь как придумали название отсылка такая да ну это я не про это да там легендарные короче ходил в бар большом городе кирки чесноковой там я рассказывал о том как меня забыли в амстердаме но ценник то на вас резко поднялся после годного нет мы на самом деле там на нас оба не не борзели мы как-то там так аккуратно выстроили ценовую политику что мы цену подняли буквально вот пару лет назад и цена возрастает когда есть спрос спрос вырос соответственно цена со временем тоже мы просто устали да и аппетиты артема тоже растут это этот факт но 13 айфон сам себя как бы не купит сколько сейчас стоит ваш корпорат больше ляма не в районе этого не важного миллиона около миллиона даже много я же говорю мы не жадные ну то есть мы как бы когда объективно оцениваем твои творчества смысл вот рублям это на самом деле ваши деньги ты попробуй ну это рада же ты же привозить мероприятие которое закрывается полностью под ключ на же помимо куэнского выступления ну или игрового блестящего у нас же студия союз который тоже корпоративный формат то есть а типа люди заказывают эту игру посылали да ценники разные что она что на студию союз многим запомнилась команда студия союз тем что вы меняете песни то есть получается вы это делаете уже хренову просто тучу лет амбассадоры да сколько еще это можно делать жень сколько еще можно один из основных авторов вокальных песен и это же ну близко очень к народному творчеству типа к частушкам здесь больше наверное все таки зависит от того насколько будут успешными и громкими хиты чем громче и ярче хит чем больше его текст ложится на по на подсознание на подкорку то самое успешное песни получается на на те песни которые знают все что это михаил гусян не забрал свою награду или что она даже треснула она поэтому и осталась она треснула уронили видимо и переклеить скорее еще у нас бывает что две заготовки а кто побеждает тому вручается кто не побеждает собственно остается все у иван абрамов не треснута youtube плохие песни и слова слова студия союз на тнт вот спа еще есть свободное время вот смотри все достаточно такое но мне кажется нет затратное по времени сейчас пока есть свободное время чуть больше пока все на паузе мы не знаю я за ребят не буду говорить мне мне кайфовы и как бы для меня это и работа и хобби поэтому я не видишь как это может не нравится вот так вот работаем в кайф да но все равно какой-то режим там приходится выстраивать чтобы там дома бывать семьи а так в целом 24 на 7 здесь чаще всего только будет пить а мысль даром за рулем айдар вообще не пьет последний раз он пил перед моей свадьбой за несколько дней а потом больше десяти лет это кстати интересно айдар почему ты не пьешь айдар я принял это решение очень давно уже прошло 10 лет десять до как будто есть предыстория не там комбо какой-то момент все пошло не так ну то есть я знаешь я такой был как вот артем даст подтвердимы не до соврать я я был король вечеринок всегда то есть я прям кутила и был вот до талого не спать мы будем дальше веселиться у меня сосед я был такой да я был веселый я как бы я был сильно веселый да уж все плакали или было не всегда мои веселье понимали окружающие моей голове это выглядело иначе нежели в реальность так погоди ты прям может искать чтобы был алкоголиком по факту для много и часто пил какое еще объяснение может не ну не так чтобы я там где повставал похмелялся и пошел на пары нет ну просто каждый день что-то мы там вечером выпивали веселились а почему то есть просто нечего было делать или хрен его знает это как-то считалось но мы выросли просто в северном городе еще но мы рингой привет одно из развлечений это ну ввиду того что больше там нечего делать просто пить ну как бы был принято ну не так чтобы я вот работал в городском дворце культуры молодец ну чё ты там не пил что-ли так сейчас я не кстати нет а потом начал и за 10 лет ты прям ни капли ни капли нет охренеть сложно очень советую всем крутая штука не пейте друзья много интересного оказывается без этого жизни кто вас впечатлил из гостей больше всего но я я конечно не сомневался что да что я лен темникова очень круто поет но как же это круто смотрится звучит круто он покорить ему целый мир стать королем но в этот вечер не срослось он у эскортницы анджелы остался спермы на губах то есть там даже смешной текст но ты все равно думаешь о том как она красиво поет тут же еще важен момент химии тяжело рассмешить человека которого ты не знаешь ты не знаешь что ну что ему смешно что не смешно как он ищет тебя тебе это смущает вот все поэтому мы стараемся подбирать пары которые друг друга знают хотя бы чуть-чуть вот почему она там подкалывает его естественно естественно ну чё что вы думаете по поводу того что сейчас в музыкальной части россии происходит возвращение оксимирона новая глава перебираюсь россии устрою заново с нуля все один я послушал вот этот вот как то бил марка да кубе я пытаюсь назвать что это это не трек же даже ну и сервер форманс когда это какой-то перформанс где человек рассказывает о каком-то комплексе который хранился в нем долгие годы мне очень нравится там читка манера исполнения мне нравится мысли текст слова ну круто это было круто 10 минут в таком ритме на таком нерве другой стороны как музыку наверное я бы это мне кажется у него это не музыка это какой-то сеанс психотерапии для него лично вообще все его творчество потому что все всегда с каким-то таким глубоким подтекстом там с такие проблемы затратиться ну то есть это не такая музыка где на вечеринке вала послушал мне кажется еще когда малинку ксимирон еще немножко загоняется в том плане что понятно он наверное просто хочет показать глубину глубину своих мыслей но тем не менее это можно сделать куда проще более доступным языком более простыми словами не обязательно для этого там читать гомера чтобы не видишь он хочет превознести стиль рэпа вот типа до философии ну вот каста понятно они тоже умными языком и слагая свои мысли но более доступны и понятно и это больше похоже на музыку нежели просто на какую-то поэзию но оксимирон он же про скажем там хочет нести какой-то смысл да есть такой рэпер может услышали кизару который просто очень круто сейчас выстрелил с этим альбом бандана с биг бэби тейпом и он говорит что все что делает час окси это мимо это чек просто устарел тип не выпускал музыку шесть лет выпускает рэк и 10 минут мать и вот один трек я просто увидел сколько он идет обзадулся бляда кто это вообще будет знаешь вот в этом и проблема наверное нашего шоу-бизнеса и музыки в целом если равняться на запад да они же все равно там на 20 миллионов шагов впереди тот же big baby тейп и кизару это просто люди которые люди которые под копирку все переносят на на русский язык на русский рынок в чем разница у нас все что там было вчера это считается устаревшим и люди говорят фу старье там все уже не актуально вот сейчас там new school неважно а на западе классно вот есть новая волна все это модно это популярно круто но также круто и то что было вчера но также круто то что был авторитарный месяц год назад 10 20 30 лет назад и все у каждого из этих вот сегментов есть свой свой зритель свой слушатель никто не говорит что а рок говно типа джей зил это тарел это только у нас почему-то так люди реагируют ну то есть особенно вот эти вот кизару не той величины люди чтобы вот такими словами отбрасывать у вас никогда не было мысли стать полноценной музыкальной группой чтобы вам мешало я пытаюсь я сразу пытаюсь понять как это визуально выглядеть просто еще раз это же кошмар пожалуйста хорошие же хорошие воплощение это вот команда есть же литл бик который из из прикола сделали музыканты они тут дело не в профессионализме а в готовности там не знаю переступить через себя через какие-то там барьеры потому что примеру литл бик да ну теоретически мы могли бы такое делать но я бы вот слабо себе представляю там не знаю чтобы я в клипе снимался с фалсом в руке да каким для них прикольно ну то есть они такие люди когда мы просто привыкли занятия учимы занимаемся все погоди а клиру на песню и песни любитель взять тикток ты на любителя без гостей твоя обитель но это же прикол все равно это такой больше фан вот ты это сделал и что ты подумал ты не было не надо это продолжать все как перфоманс я это описал такими словами я почесал там где чесалось я не знаю расхватывайте люди по пабликам это разлетится почесал где чесалось исповедь дерматолога блин мы сняли какой-то супер классический клип если бы я еще раз это делал я бы уже что-то по-другому там делал опыт понятно в другом месте чесал бы да какая была реакция после клипа любитель у кого у славы нету людей тебе не писали что это там фэт шейминг и все что-то мне не все положительно возможно не понял что ты сказал я понял я понимаю что и кто-то 1 2 комментария есть в обмен капец в целом это же будет позитив и они красивые заметили что в клипе красивый кирилл снова погоняла фэт шеймер ты за бодип позитив но сейчас данный момент но я понимаю я понимаю что это я понимаю если говорить о моей фигуре я это понимаю и когда-нибудь я к этому приду к кайдар когда бросил пить стрелочники за вас этот чай поднимается вот но собственно когда мне исполнилось два дня назад тридцать семь я уже понимаю что со здоровьем какая-то херня происходит и иногда 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 отмечать соответственно взвесив все я понимаю что надо уже браться за себя поэтому запоминайте меня я сейчас вешу 86 ну 8 больше 86 килограмм не было вот и я начну скидывать ловить его на слове потому что я уже не раз это может быть может быть это поможет но ты посмотрел на результат чем это отличается от александра ревы ну я к тому что это же если делать на постоянке ты бы мог также стрельнуть и прикинь просто на секунду ты привел в пример реву человек в какой-то момент вот он же тоже был не не рыбу не мясо не юморист не певец про вопрос какой-то момент сделал выбор просто стал певцом перестал быть юмористом здесь данном случае то же самое я и не в то не в том что он был плох а в том что он метался и не мог понять где он то есть как он был когда юмористом там все прекрасно понимали а реву сейчас будет кривляться показ бабушку все все ржали там все всем было все понятно но когда он начал петь люди такие ну зачем он же типа юморист но мы не исключаем такую возможность что мы чет снимем там какой-то клип это все равно будет а-ля прикол не просто там что-то как серьезная музыка короче музыкальный карьер не будет считывая между строк если учесть что у нас музыкальный канал возможно даже скорее всего мы что-то сделаем музыкальное что давайте споем что-то споете а то что-то пиздить и короче смотри в игре в игре мы всегда в конце поем кавер берем современный хит его текст точнее и делаем музыку либо это олдскульное музло какое-то либо это ну и максимально неподходящее какое-то и если ты помнишь у лены куки индийский чай тоже есть предыстория я подумал а что бы не записать ну камеру эту песню и короче начал узнал а эта песня на чеченском я позвонил знакомым написал пацанам чтобы они мне перевели они нашли этого типа он нам скинул текст они перевели сначала предъявили запись нифига себе какой тут текста касса горит мы даже не слушали он вообще оказывается очень романтичный даже красивый интересный этого сейчас будет это на русском языке мы сейчас вот такую странную дурную песню вот да в оригинальном звучании мы подумали что вот можно попробовать исполнить когда в панк завтра не переживая на полосе передел а 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 cruel he a an Давай, Артём, дальше ты! Жить, вместе жить, как настанет зима Жить, дружно жить, пережить холода Индийский чай-чай-чай, грудинский чай-чай-чай Калмыцкий чай-чай-чай, зимою плохо без чая Индийский чай-чай-чай, грудинский чай-чай-чай Калмыцкий чай-чай-чай Зимой плохо без чая, зимой плохо без чая Зимой плохо без чая, зимой плохо без чая Над концертом работали! Артём, Карен, Елена и Айдар А ты не айрак? А я правильно понимаю, то, что вы сейчас спели это, говорит о том, что вы думаете, что не будет продолжения игры? Почему? Эта песня не устояла, то есть мы её решили... А, я думал, мы планировали это Да, планировали, но потом... Мы планировали, попробовали её на техничке и поняли, что, ну, наверное, чуть покачали Слишком лайк для финала, да Красивые слова По поводу участия, там, Славы Эдус Мухаммедова в этом, то есть он изначально, не знаю, дал добро или что? Нет, мы просто, он, знаешь, он же для всех нас, ты уже не первый раз берешь интервью у людей, которые работают со Славой По большому счету, старший брат, наставник, товарищ, который подруливает, просто помогает советам, там, и делами Выстраивает в самом начале, так скажем, процесса И всем хорошо от этого, ну, то есть мы... Ну, Тёме точно хорошо, за нему видно Ну, в плане, такой должен быть человек И здесь он тоже выстраивал что-то? Мы согласовывали с ним Помогал, да, помогал Как он помогал, Олег? Откуда у тебя сумка? Ну, в любом случае, это сначала какое-то, ну, дать направление того, что, во-первых, нужно идти в YouTube Несмотря на то, что мы вначале уже считали себя немножечко, ну, такими старичками Для того, чтобы таранить YouTube Когда ты приходишь уже, там, сколько, все за 30 Из телека, и для нас казалось, что телек это все, это верх всего И за телеком, как бы, вот открывается благодатная равнина Где ты бегаешь в ромашках и счастлив А тут, как бы, нужно двигаться немножечко в другом ключе YouTube, он работает быстрее, у него темп другой существования Вот этот интернет, это классно, конечно Элементарный пример, смотри, Punch, да? Ну, появилась идея, она классная, там, то есть нам всем нравится И есть прикольный персонаж Господи, это Тёмин 13-й айфон Слышали, как звучит? Про Макс на терабайт Да, Лен Да, и песня свежая Сегодня я не смогу, Оль, я же писал Какое интервью, если есть разговор телефонный? Ну и что, что, уважаемые люди ждут? Ну, давай чуть позже Дела, дела важнее, чем Хорошо, смотря во сколько сдвинулось Такое воспитание, что поделось Я просто даю интервью в данный момент Да, видите? Все-таки помни до нас Все-таки помни до нас Пока, Олечка, пока Да, продавай все акции, пока Извините, пожалуйста Панч Да Классная идея Здорово, дегенераты! Меня зовут Панч И это Панч Ньюс Но, понимаешь, много же было попыток Создать юмористическое Новостное шоу Понятно, что Человек, который все через это Через себя перемалывал Даст дельный совет Вот с этим Панчем мы обратились Сказали, вот Есть такая идея Он говорит, окей Можно попробовать Давайте только вот так Вот так Вот здесь попробуем вот так сделать Slow slow cow Как распределяются доходы между вами? Тебе прям схема важна, да? То есть как мы распределяем бабки? Может кто-то получает половину, а все остальные там есть главные у вас? К сожалению, у нас демократия К сожалению Утопическая демократия Не, ну у нас там в определенный период там в квартал Вот пришло от интеграции рекламной условно 100 тысяч рублей Да Дальше Раскидали на всех, всех кто принимал участие в работе Кто снимал, кто писал, кто записывал музыку Кто снимался в клипе в этот для интеграции То есть мы просто распределяем по всем людям равное количество дней Шестнадцать голов за семнадцать сезонов Все в нападении, толстые в воротах Тренер сегодня тот, кто трезвее Скоро туда переедет Кокорин В команде играют сразу три Месси Узбек есть один, похож на бразильца Но поверьте, и это еще не беда А прикинь, что там ниже в таблице, чем фэка-чита Адамя Нахуню про женщин раскрутил тебя Иван Прям сердечко смотри Уже разъеб как сгущенка-матренка Это история у Амирана, которая была вырезана из-за битвы за хайп Тогда это было Ты пошел туда после этого шуточного диса, который зашел Амирану Отвратительная рожа, телка с бородой Кулачки, как у девочки Ох и хряк, займись собой С языком что, обязательно рот открывать Слишком красивый, пора парня искать И вы там что-то подсапались с Эдвардом Биллом На почве чего? На тот момент для меня я вообще не имел представления, что это за человек То есть он, соответственно, не представлялся, кто я такой По имени типа Эдвард Билл Ну думаю, что-то может какой-то У меня ассоциация с фильмами больше, знаешь Откуда-то он руки-ножницы Я не знал, что он там типа пранкер И что он вот такой вот манера поведения у него такая Дерзкий А я сам по себе вспыльчивый человек Ты вспыльчивый? Да, если на меня хамят, то я буду прям в обратку И он, я не помню, что там было конкретно Что-то он мне там сказал Очень такое резкое и неприемлемое Типа ты охуел, ты кто такой Нифига себе, там бы и я вскинулась Я что-то отшутился раз Он продолжает, я переглянулся Вокруг сидят типы и делают вид, что ничего не происходит А для него это нормальное поведение Его там все обожают, хихикают, знаешь Он что-то ляпает там А там ринг стоял такой, ну искусственный ринг Они там какие-то снимали видосики Ты ему сказал, ну что, пойдем? Я говорю, да, пойдем туда Ты на полном серьезе собирался драться? Да А в итоге вы дрались? Нет А ты умеешь драться? Нет, нет Ну приходилось, да Да я думаю, это нормально, типа Обычная история любого парня, выросшего там В маленьком городке Обычные пацаны умеют драться Чего тут, ну, что объяснять? Тебе что-то не нравится? Давай просто остановимся на траву Ну, да, я как бы, я говорю, ввиду характера Видимо, ввиду там каких-то своих позиций жизненных Которых приходилось отстаивать, ну, приходилось драться Лос-Анджелес, Киркоров Когда вот это с тобой происходит один раз? Один раз Ты знаешь, немножечко странно выглядит вообще консистенция Мысли твоей Лос-Анджелес и Киркоров, да? Ну ты себе А что такое? Когда-то Лёля выступала, да? Вместе с Филиппом Петровсовичем Да, нет, я пела с ним на одной сцене Мы с ним пели финальную песню одного телепроекта А в Лос-Анджелесе я была на чемпионате исполнительских видов искусств Да Такое вот громкое название чемпионата Когда ты соприкасаешься с этим всерьез Лос-Анджелес нахрен? Ну, слушай, на самом деле, чем вот плотнее с этим сталкиваешься Чем больше начинаешь общаться с людьми Вот именно, ну типа, из музыкального такого мира Причем не из музыкального мира в плане качественной музыки А в плане, ну, желания быстрее стать известной Быстрее превратить это в работу, типа в бизнес Тем больше ты понимаешь все вообще вот, ну, такое прогнившее такое все И даже до переезда я пыталась там, типа, переезжать И ходила по всяким разным кастингам Блин, как я насмотрел на этих всех чуваков непонятных, знаешь, ну, которые там набирают кучу девочек Как-то сально там ходят между ними Ну, ай, то есть у меня сразу какое-то отторжение этого всего Не Виагре, вот и бесишься Там, понимаешь, там если был еще как бы кастинг на Виагру, ладно, окей Как бы в Москве на этом очень много пытаются взрослые всякие вот прохаванные дядьки заработать По крайней мере, раньше так было Ты ходишь по этим всяким кастингам и думаешь, ну, ёпта, ну видно же, что ты говна кусок Зачем к тебе идти? А многие девочки ведутся на это Артем, благодаря ютуб-каналу твоей сестры А у нее есть ютуб-канал? Я даже сам не знаю Элина твоя сестра? Да У нее есть ютуб-канал А как он называется? Хороший брат А почему мы не подписаны? Не, просто она и особо ничего А, вот куда она снимала-то Ту голую вечеринку Благодаря ее ютуб-каналу люди могут видеть видео каких-то ваших концертов для родителей Такое могло быть? Да 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 Ну, как концерты, мы просто иногда творческие подарки делаем Класс! Она фитнес-тренер? Угу И насколько я понимаю, она была фитнес-тренером Тимати? Нет, это слуха Она жену Тимати тренировала какое-то время А какую ей есть? Извините Ну, я не знаю, первую, наверное Она Моргенштерну недавно проводила экскурсию по Лужникам Там открылся новый кросс Крокус фитнес А Морген их лицо или что-то такое? Не-не, он, как ни странно, он бартер сделал За абиг? Я не знаю, да, видимо Но там многие артисты по бартеру работают Притом, когда я был на одной вечеринке Крокус фитнес, я офигел там в разные величины Ну, то есть, кому бартер-то нужен, ну, если ты капец, какая звезда, да? Угу И тем не менее Типа халява, все равно приятно, вот это? Да, ну, возможно Личные тренеры Там же есть какие-то специальные залы для необычных людей Совет, который ты бы дал каждому человеку на планете Блин, не заморачиваться Не заморачиваться Ну, все, тогда заканчиваем Я вот на своем примере, давай Я бросил пить и курить Вот бросайте пить и курить Классно вообще Рекомендую Какой-то ты скучная еда, конечно Я говорю, не заморачивайся Пейте и курите С летом должен сказать Только бросите, начинайте Нет, ну Будьте во всем искренне Вот Насколько вы сейчас счастливы по шкале от 1 до 10, Лель? Вот Сейчас, наверное, 7-8 где-то так А, думаю, что 8-9, наверное Вообще хорошо Ну, что, 9-10 Десять! Не знаю, мне тоже Счастливый человек, блин Последняя философская тема, над которой вы размышляли Что-то такое вечное, глобальное Я постоянно думаю в последнее время Это сейчас, конечно, очень по-американски прозвучит Об алкоголе Нет, об экологии Серьезно? Меня что-то это прям сильно парит в последнее время Что ты делаешь для экологии? Может, ты сортируешь мусор? Я сортирую мусор, да Да Я вот, более того, я даже мою пластик Ёпта Ёпта Вот так, блять По-американски Ёпта Это по казаху было Ёпта 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 Если ты думаешь, насколько ты готов очищать свои мысли Настолько экологичнее становится в окружении тебя Крутая мысль Так и есть Я, кстати, заметила уже вторая или третья мысль За интервью В комментариях, сколько крутых мыслей было Ну, тут, если все это объединить Об этом я тоже, в принципе, думаю Всех же напрягает сейчас ситуация Когда ты боишься что-то сказать, ляпнуть Когда мы это уже перерастем И тебе кажется, почему ты А если бы ты родился в том обществе, когда это уже не Ну, это уже не имело бы никакого значения То есть во взрослом обществе И ты думаешь, блин, ну, тоже фартануло, конечно Ты не родился в какие-то такие сложные времена Но как будет там? Что должно случиться, чтобы это время настало? Просто время должно пройти? Или что-то должны сделать люди, чтобы это время поскорее наступило? Да, это просто должно пройти время, и все Конкретно в нашей стране, если об этом речь Да, да, конечно Слушай, я уже смирился с тем, что ничего не изменится Исторически просто, если посмотреть на нашу страну Было очень много предпосылок для того, чтобы что-то изменилось И, как показывает история, ничего не менялось Ну, если прям глобально мыслить Ну, слушайте, несмотря на то, что там мы все сейчас сетуем, что вот у нас Какое-то нездоровое, да, какие-то брожения Но вот я сейчас лично, если меня спросить А ты готова уехать в другую страну жить? Вот нет, мне нравится жить в России Несмотря ни на что Я понимаю, что здесь мне вот комфортней всего Смущает вот это, несмотря ни на что Можно же... Ну, всегда есть везде, несмотря ни на что Да, но оно всегда есть Я уверена Ты будешь брать интервью в параллельной реальности У американца Да, у испанца, американца, еще кого-то Он найдет свои минусы Потому что мы всегда... Ну, внутри у нас так заложено Мы не абсолютные оптимисты Мы не абсолюты вообще, в принципе Мы все время найдем какую-то ложечку дегтя Но мне комфортно, мне нравится Что будет, когда мы умрем? Так, подожди, иди сюда, чай можешь споем Ну, нифига себе Вот это ты, конечно, вечеринку сейчас... А смонтируй так, чтобы после... Индийский чача-чача-чача А что будет, когда мы умрем? Вот смотри Вот тогда только... Мы как будто сильно перекурили Ну, я всегда Какой-то частью своей души Верю в реинкарнацию Поэтому мне кажется, что будет какое-то продолжение Есть какое-то продолжение Что это не просто Вот сейчас здесь я пожила, сколько мне отмерено И все И я как частица, как символ Как, не знаю, там Что еще существует в мире Исчезло Смотри, Карен, есть общая энергия Мы лишь ответвление Но мы повернемся в этот общий поток энергии Ага Мы просто... Перекурили Я согласен с Иолей, кстати Это очень моя мыль Третья мысль, да? Нет, мне этот... Очень понравился мультик «Душа» Смотрел? Да Ну вот, там, по-моему, все вот... Квинтэссенция всех наших мыслей Вот в этом все В спорте есть термин MVP Самый ценный игрок Там матча, сезона В футболе, хоккее, неважно Кого бы вы назвали MVP планеты Земля вот сейчас? Маск 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 Ну, однозначно, больше нет вопросов Слушай, ну для меня вообще... Один гол за Маск Человек... Человек врач, в принципе Потому что, когда с моими близкими что-то происходит И мне нужна помощь Я понимаю, что я готова, ну, просто преклоняться перед людьми Которые, вот, мне могут в этой ситуации помочь Потому что, вот, нет ничего дороже здоровья близких Слушай, ну, Джобс, наверное Потому что это же не только про... Там, в принципе, про мировоззрение все Это была студия «Союз», друзья Всем большое спасибо, кто досмотрел особенное Лайки, подписки, комментарии Смотрите, ребят Слоу-слоу-кау Смотрите их на ТНТ Студия «Союз» Классные, талантливые, смешные И, надеюсь, мы увидим их в игре В продолжение Здесь титры пошли Надейся! Надежда умирает последние Всё, поехали!